Еще одна неделя позади. Наши клубы начали еврокубковую кампанию, где сохранили шансы на проход дальше. Тем временем, пусть мы не в Черногории или Словении, здесь не скучно, поверьте. Впрочем, обо всем по порядку. Меня зовут Алексей Козыра. Это Ясно о футболе. Смотрите сегодня. Я думаю, что и все верили, что мы должны устоять. Битва андердогов. Репортаж из Дзержинска, где «Арсенал» принимал в Днепр. Обзор 14-го тура «Беларусьбанк» высшей лиги. Мы потратили много сил, энергии, эмоций. Гость в студии – Виталий Казанцев, старший тренер «Торпедо» «БелАЗ». Евротур. Белорусские клубы начали выступления в Лиге чемпионов и Лиге конференций. Полей много не бывает. В Молодечно открылась новая площадка для воспитанников местной «Дюсш». Эти команды – абсолютные дебютанты высшей лиги. Впрочем, если Днепр все же уже знакомая нам команда элитного дивизиона, но под другим названием, то в Дзержинске лучшие клубы страны начали играть только в этом году. Битва за выживание в этом сезоне обострена до нельзя. Что из этого получается, смотрите в нашем репортаже. Дзержинский арсенал – это стиль. Флаги, барабаны и преданные болельщики. За полчаса до начала игры болбои загорали на солнце, а зрители потихоньку подтягивались к стадиону и почти все в клубной атрибутике. Вдалеке болельщики арсенала готовили барабанную установку. Ритм в их исполнении уловить будет нетрудно. Болельщики – это наше все, на самом деле, да, мы маленький клуб, но так как они за нас болеют, так как приезжают, мне очень приятно, что очень много приезжает детей с нашей, да, школой футбольной, с родителями. Ну, значит, что-то мы делаем правильно и ради этого стоит играть в футбол. Попутный ветерок доносил запах, который ни с чем не спутать. Это же тот самый городейский шашлык. Поэтому отправляемся поближе к мангалу. 3,10 за 100 грамм шашлыка и 1,20 за такой же вес ребрышек. Берем на пробу и оплачиваем. Местный деликатес оказался в состоянии аль денте. Если попроще, то не дожарен. Ладно, пора прекращать праздник живота и отправляться на трибуны, которые уже заполнили участники Дзержинского джаз-бенда. На все выезды с нами, они тоже там нас поддерживают на выездах. Но, конечно, дома приятнее и приходят тут с городей тоже люди, тоже болеют. Приятно очень. Хороший аккомпанемент и дуэт от Сергея Концевого и Станислава Сазановича. Оружейники лишь во второй раз в этом сезоне забивают первыми. Днепр после этого будто бы окатил ледяной душ. Мало атак и много брака. Лучше всего настроение гостей отражало лицо Евгения Молчина. Есть определенные проблемы. Сегодня у нас не играло два ведущих игрока. Один за перебор желтый карточек, второй по другим причинам. Поэтому, может быть, этого не хватило. А оружейники как раз-таки поймали кураж. Хорошие моменты возникали один за одним. Только мяч ворота никак не шел. Посмотрите, сколько моментов создали. Еще в первом тайме могли забить. Просто не удвоили. Я же говорю, что довели до такой ситуации. Хотя моменты. Будем работать на тренировках. Отрабатываться эти все завершения. Очень много моментов создали. Контролировали ход игры. Пятигорис прыгал словно кошка и сохранил интрюгу в этом сикспойнтере. А Днепр вполне мог уходить на перерыв с приличным отставанием в счете. Володя Пятигорис нас оставлял в игре. В первом тайме мы могли пропустить больше. Арсенал же играл через фланги и много кросил в штрафную. Но зацепиться получалось нечасто. Правильно заметили. Получаем похвалу от Павла Кирильчика. Уже после игры. Я рад, что если вы увидели, что такая задача и была. Мы в принципе строим тренировочный процесс. Играем через фланги. Много, чтобы было подач. Их было много сегодня. Да, и на разный вкус. Но надо забивать. Качество, видите, качества нам все-таки не хватает. И мы за 13, да, за 14 игр, получается, забили только 9 голов. Если мы будем забивать хотя бы чуть больше, было бы совсем все по-другому. Применявшие дачный отдых на футбол явно не пожалели. Приятная погода с летним солнцем, детишки с яблоками. Ах да, и арсенал продолжающий промахиваться. Правда, этот факт на атмосфере никак не сказался. У Днепра, несмотря на дальний выезд, тоже была поддержка. В количестве одного человека и одной запоминающейся кричалки. Могилевчане по составу явно пока уступают конкурентам в борьбе за выживание. Сохранить прописку без усиления летом будет трудно. Готовились, не готовились, надо работать. И есть, я же еще раз говорю, есть моменты, которые от нас не зависят. Поэтому всегда тренерскому штабу, да, и мне в частности, хотелось бы какое-то усиление. Но его нет. Павел Кирильчик на бровке тоже чувствовал себя нервно и показывал это всем видом. Столько моментов и без забитых мячей. После ухода Сороки надо бы задуматься о новом форварде. А может он есть уже на примете? Ищем, ждем. То есть, будет, будет. Возьмем мы еще нападающего, я надеюсь. Поэтому правильно сказали, что нужен нападающий. В конце хозяева могли и пропустить. Но повезло. Злой Рок не сыграл. Трудовая победа Арсенала 1-0. Нервничок появляется. Ну, я как бы верил. Я думаю, что и все верили, что мы должны устоять. И нас должен Бог за это вознаградить. За то, что мы вот сколько для этих игр тоже пропускали такие очень нелепые голы. То есть, сегодня у нас получилось победить. На 90-е был у соперника полушанс, да. Ну, и можно сказать, где-то подпростили нас. А так, заслуженное, нужное. Я рад, что мы выиграли. Я рад, что мы чуть выбрались, да. 1-0. Оружейники поднимаются на 14-е место. Сравниваясь по очкам с Витебском. Днепр остается на последней строчке с шестью очками. Следующая игра с Мозырьской славей. Диспозиция команд изменилась. С победой Арсенала. Чтобы понять, что же еще произошло в 14-м туре чемпионата, смотрите наш обзор. Сразу же после него в студии появится Виталий Казанцев, исполняющий обязанности главного тренера Торпедо Белас. Он расскажет, что же сейчас происходит с жоденцами и почему все-таки дисквалифицирован Дмитрий Молош. Волки под началом Артема Радькова потрепали нервы всем топ-командам чемпионата. В этот раз в соперниках был совсем нестабильный Витебск. Ислыч с первых минут взяла игру под свой контроль. Уже на девятой минуте Потоцкий опасно бил головой. Перекладина спасла гостей. Отличиться мог и Соса, но ему не хватило времени подработать мяч под сильный удар. Гущенко на месте. Вратарю хозяев тоже пришлось поработать. На семнадцатой минуте Игнатович парировал опасный выстрел Теверова. А вот связка Соса Никифоренко закончилась взятием ворот на двадцать восьмой минуте. Даниэль в штрафной в касание отдал пас на семидесятого номера хозяев. Счет открыт. На этом Волки не остановились. Во втором тайме открывшийся на грани офсайда Морозов протащил мяч в штрафную и с острого угла пробил низом. Два ноль на шестьдесят пятой минуте. Счет мог стать разгромным еще через четыре минуты, но пас Соса не нашел адресата. Как и в случае с ударом Александра Гуза, где гостей вновь выручила Перекладина. Итог. Два ноль в пользу Ислычи. Команда Радькова продолжает набирать очки. Иславия, и Белшина – интересные команды с ярко выраженной тренерской идеей. Но стабильной игрой в обороне они похвастаться не могут. Их матчи часто заканчиваются с большим количеством голов. Артем Гуренко мог начать их отсчет на тринадцатой минуте, но его удар шведой срезался и прошел мимо ворот. Ответные действия последовали незамедлительно. Хаос в штрафной гостей. Шестиловский подхватывает мяч и бьет из-под защитника. Один ноль на двадцать третьей минуте. Через три оборота минутной стрелки Зинович опасно замыкал подачу с углового. Сокол на месте. Во втором тайме Родионов получил вторую желтую карточку и покинул поле, сократив шансы своей команды на победу еще больше. Хозяева воспользовались численным преимуществом и начали атаковать острее. Угловой на семьдесят четвертой минуте мог закончиться голом. Денисенко вовремя обрезал пространство для удара Бугулова. И все же без второго взятия ворот не обошлось. Барсыков в очередной раз отличился. В этот раз ему ассистировал Рудский. Удар Евгения после прохода в штрафную установил окончательный счет. 2-0 в пользу Мазырян. Программа четырнадцатого тура продолжалась с схваткой РЦОР БГУ и Гомеля. Студенты продолжают погоню за Бате, который теряет много очков в последних матчах. Вездесущий Бобир Абдихоликов начал наседать на ворота Садовского уже на двадцать пятой минуте. Удар был заблокирован. Макась откликнулся на подачу Кучинского, но удар не получился. Игра вязла в центре поля и только во втором тайме немного раскрылась. Грищенко проверил Садовского на пятьдесят седьмой минуте, Денис на месте. Как и в моменте на семьдесят восьмой минуте. Голкипер снова оказался на высоте и не позволил Илье отличиться. Спустя пять минут произошло удаление Свирепы после второго предупреждения. Несмотря на попытки Седько и Абдихоликова в последние десяти минутки, счет остался неизменным. Нулевая ничья. После осечки РЦОР БГУ борисовчане могли увеличить отрыв в таблице. Но Минск не та команда, с которой легко побеждать. Горожане начали доказывать это уже на девятой минуте. Богомольский откликнулся на разрезающую передачу Джигера, прикрыл мяч корпусом от Филипповича и катнул его мимо вратаря. Счет открыт. С обороны желто-синих творилось что-то невероятное. Еще один гол случился на 23-й минуте. И снова после ошибки Филипповича и Бордачева, которые упустили за спину Шрамченко. Антону оставалось только реализовать выход один на один с вратарем. 2-0. Батэ проснулся только ко второму тайму. Сначала Бочаров в дальнем ударе мимо створа проверил концентрацию Козлова. Затем Василевич забил свой первый мяч в высшей лиге после хитрого паса Драгуна. А на 80-й минуте Милич отличным обводящим ударом оформил камбэк команды Михайлова. 2-2. Лидеры в этом туре потеряли очки. Традиция быстрых голов в туре продолжилась в Бресте, где местная «Динамо» принимала жодинская торпеда. Липе Велозу, один из лидеров гостей, на 14-й минуте с границей штрафной пробил в дальнюю девятку. 100-процентное попадание. Гости забили, и игра закрылась. Более-менее приличный момент появился у Бурко только на 60-й минуте. Мяч после его удара прошел мимо ворот. Как и в случае с Антелевским, которому помешали пробить точно на 82-й минуте. Брещане и жодинцы сыграли не самую содержательную на голы встречу, но безумно важную, в особенности для гостей, игру в плане турнирного положения. 1-0 в пользу торпеда. «Динамо» же продолжает тонуть. На экране вы видите все результаты матчей 14-го тура «Беларусьбанк» высшей лиги. Обратите внимание на турнирную таблицу. Расстановка лидеров не изменилась, кроме того, что теперь к ним присоединилась Ислач. Жодинцы вернулись в топ-10 команд страны, а вот Витебск имеет все шансы совсем скоро оказаться в зоне вылета. 15-й тур начнется в ближайшую пятницу в Борисове, где «Батэ» примет «Арсенал». Сразу два матча можно выделить центральными. «Гомель» примет Минск 15-го июля, а «Минская Динамо» в воскресенье сыграет «Сарцор» БГУ. Здравствуйте, уважаемые любители белорусского футбола. Очередной выпуск. И сегодня в нашей студии Виталий Казанцев, старший тренер «Торпеды БелАЗ» из города Жодино. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время после матча в Бресте добраться сюда и прийти к нам в студию. Мы это очень ценим. Давайте сразу к делу. Первый вопрос такой. Вы уже работали с Дмитрием Молышем, с рулевым «Торпеды БелАЗ» в Алиепае. Можно ли провести какие-то параллели между чемпионатами Беларуси и Латвии? Где сложнее работать, где приятнее, где интереснее? Параллели, если провести между чемпионатом Беларуси и чемпионатом Латвии, это, скорее всего, то, что в последние годы происходит в чемпионате Беларуси. Появляется много молодых футболистов, тренеры доверяют молодежи больше. В Латвии это уже давно происходит. А если взять уровень, то, конечно, в Беларуси он выше. Средний уровень чемпионата Беларуси намного выше, чем в Латвии. Поэтому здесь сложнее работать. Давайте опять-таки о работе. Вы долгое время до «Торпеды» часто работали персонально, с игроками «Линия обороны», в принципе, занимались выстраиванием обороны команды. Приходится ли сегодня то же самое делать с «Торпедой»? Если приходится, есть ли какой-то результат на сегодняшний момент этой работы? Ну да, в целом, по ходу своей работы мы всегда практикуем так, что главный тренер общую работу ведет. В частности, с группой «Линия обороны» занимаюсь я, еще помощник Юрий Коломыц сейчас у нас в штабе работает. Поэтому все это продолжается. Это было и в Липае, это было и в Смоличи, когда мы только начинали. И сейчас в Жодино это продолжается. Ну вот, последние игры, нас это радует, что мы уже стали лучше играть в обороне, как и команда, как и групповая оборона становится лучше. Потому что мы сейчас не пропускаем голы, а в начале сезона и после этого неудачного старта было много вопросов вообще и по командной обороне, и по защитникам в частности. Мы много пропускали, из-за этого проигрывали матчи, набирали очки. Скажите, вот опять-таки говоря о не совсем удачном старте, не лучшем старте Торпеды БелАЗ в истории клуба, было ли какое-то давление со стороны администрации, со стороны руководства, команды? Либо же все-таки команда была сплочена цельно, и было доверие, была вера, что все-таки вот с тем набором футболистов и тренерского штаба есть возможность добиваться результаты и добирать очки? Ну, во-первых, хотел бы сказать от нас, от всех, как бы, спасибо руководству, что они в тот тяжелый момент продолжали нам доверять и продолжают доверять. И наоборот, нас подбадривали, поддерживали. Да, были, естественно, какие-то собрания, встречи, разговоры. Мы пытались все вместе понять и найти причины наших неудач на старте сезона. И, опять же, все вместе мы, надеюсь, нашли их. И сейчас уже с понятой головой, как говорится, выходим за ситуацию. Говоря об этой ситуации и о том, что команда из нее выходит либо вышла, то есть, по вашему мнению, какой-то вот переломный момент, который сейчас позволит Торпедо добирать очки уже позади, он случился, либо сейчас вот тот самый излом, который определит, дальше клуб пойдет вверх, либо застрянет где-то в середине таблицы. Ну, я бы хотел начать сначала, да, если уже взять наш старт. Почему нет? Давайте, да. Да, почему? Во-первых, мы, ну, мы считаем, очень хорошо подготовились в прессионной подготовке к кубковому матчу с Баттей. У нас было два матча, во-первых, это 1-4 финала Кубка Беларуси. И эти матчи, они были у нас очень энергозатратные, ну, по уровню и по качеству игры. Мы считаем, что мы хорошо в них смотрелись и вылетели из этого турнира. из-за буквально там мелочей, да, там ошибка какая-то, и мы вылетели. Хотя у нас были тоже свои моменты, в Баттейле были моменты. И эти две игры, конечно, на нас сказали... Сильно повлияли. Повлияли, да, психологически и физически. Мы потратили много сил, энергии, эмоций. Потом был первый тур с Неманом тоже. Вот мы выхлощены подошли к этой игре после этих двух игр кубковых и там проиграли, как бы по делу, вопросов нет. Дальше уже, в следующих матчах, где мы терпели неудачи, поражения, там было все не так однозначно. Мы, я считаю, по игре были на одном уровне с соперником, даже, может быть, происходили их, и в тех играх тоже решали детали. Соперник использовал свои шансы, у нас были свои моменты, мы их не использовали. И мы, опять же, проигрывали. Поэтому старт получается провальный. В этот момент уже вступила психология. Психология, понимаете, и психологически уже было тяжело. Команда, конечно, потеряла какую-то уверенность на том этапе. И было самое важное психологически вернуть уверенность команде и всем нам. Простите, вас перебью. Вот вопрос о психологии. Как мне кажется, я присутствовал в Жодинском дерби, когда команда играла в кубке, да, новый розыгрыш, и победа 2-0. И после этого я спускался вниз, где мой коллега Антон Шевелинов, журналист, брал интервью у Кирилла Кириленко, который оформил дубль. Может быть, вот история замкнулась. Команда не очень удачно выступила в кубке, вылетела. Тут она побеждает в этом дерби. И лично мне показалось, кого я успел увидеть, успел посмотреть запись интервью с Кирилленко, что прям ребята воспряли после этой победы. Можно говорить о том, что вот этот круг замкнулся, и переломным был момент кубка, когда команда прошла дальше, и дальше торпеда пошла. Да, я с вами соглашусь, но еще немножко добавлю, что еще перед этим был матч Витебский. Был первый тур после паузы на матче сборных, когда сборные играли в Лиге Мации. Да, тоже победный для торпеды матч. Да, мы в Витебске выиграли 1-0. До этого было три недели у нас подготовительных. Мы тоже хорошо, качественно подготовились. И вот этот матч Витебский скорее дал нам импульс положительный на победы в будущем. А матч уже именно кубок Жодина Южная. Да, это был очень важный матч, потому что дерби местное... Первое в истории страны. Да, да, да. И даже больше скажу, я такого не видел, наверное, в последнее время, что болельщики больше болели за Южное. Да, меня тоже удивил этот момент. Это нормально, потому что там ребята все местные, у них там родственники, жены, дети, друзья пришли на матч, там почти пол трибуны болело за них. Ну и за нас, естественно, тоже наши болельщики болели. Поэтому, как бы, если сравнить там нас с матчами в других странах, где там в Милане дерби, в Мачельске, в Мачельске, в Туринске дерби. Да, это, конечно, не тот, наверное, уровень, но для нас, для нашего уровня это был интересный матч. И ребята из Южного хотели тоже доказать для себя, там нас обыграть, естественно, хотели. Ну а нам, естественно, нужно было в этом матче не проиграть. Держать марку, да. Да, быть на своем уровне, потому что если мы проиграли бы, то, конечно, никто бы этого не понял и попали, как говорится, в историю, наверное. В этом матче у нас многие ребята принимали участие, которые до этого мало имели игровой практики, они соскучились по игре, по футболу. Естественно, они тоже хотели доказать свою состоятельность, свое право нахождение в основном составе. И получился хороший, интересный матч, и, к счастью, мы его выиграли. Есть вопрос, вы знаете, я хочу вернуться к одной ситуации, которая имела место в матче с Гомелем. Я, признаться, не присутствовал на игре, но видел только повторы. В повторе показалось, как будто рулевой торпеда, да, Молош, забирает мяч, прям выходит из технической зоны, вступает в отбор. Довольно качественный отбор, я хочу это отметить. Давайте как-то прокомментируем со стороны тренерского штаба. У многих могло сложиться неправильное впечатление. Я сильно сомневаюсь, что профессионал уровня Молоша настолько поддастся эмоциям, что пойдет на поле в отбор. Что там случилось? Дмитрий Васильевич, в принципе, качественный защитник. Он, естественно, мог качественно пойти. Я сказал, что отбора вопросов нет. Не хватало только подката его там еще. На самом деле, я, естественно, был на скамейке, я все это видел, как говорится, в первых рядах. Судья свистнул нарушение правил в сторону Гомеля. Наш мяч. Мы проиграем. Концовка матча. Времени мало. Мы торопимся, хотим сравнять счет, естественно. В этот момент мяч катится вдоль боковой линии. Дмитрий Васильевич находился в технической зоне в этот момент. И, естественно, руководил командой. Подсказывал. И мяч катится к нему. Он сделал шаг движения к мячу, как в игровой своей карьере. К мячу нужно двигаться все время правильно. И хотел подать мяч нашему футболисту, чтобы мы быстрее вели его в игру. В этот момент футболист Гомеля Матвейчик, не видя тренера, тоже двигался к мячу. И получилась такая случайная ситуация. Спортный момент. Да, спорный. Дмитрий Васильевич делал передачу, бил по мячу. И в этот момент Матвейчик сделал движение к мячу. И он ударил его в ногу. Нелепая ситуация. Судья рассеянил это. Наверное, это по правилам правильно. Что не спортивное поведение, нарушение правил. Сейчас же желтые карточки. Но какого-то умысла в этом специального, я уверен, не было. 100%. Нет, я даже больше скажу, что Дмитрий Васильевич не видел футболиста Гомеля. Он был сконцентрирован на нашей команде, на мяче. Он хотел быстрее подать мяч нашему футболисту. Давайте коснемся, если можно, шансов наших команд в Еврокубках. Уже две команды провели свои игры. Шахтер сыграл ничью с Малибором. Минская Динамо зацепилась за ничью с Детичьим. Хотя, наверное, правильно говорить, что это соперник Динамо зацепился за ничью. Хотя пропустили первые минчане. Давайте поговорим про Борисовский Батте. Батте будет играть, на мой взгляд, с одним из самых серьезных противников на этой стадии для наших Еврокубковых команд. Это Каниспорт турецкий. Попробуйте оценить шансы борисовчан с учетом того, что оба матча будут в Турции. Ну, знаете, здесь, естественно, наверное, сейчас все специалисты склоняются к тому, что шансы в пользу больше турецкой команды. Потому что все-таки это третий призер чемпионата Турции. А Батте сейчас ведет у них как бы смена поколений. Наверное, так надо это назвать. Там большая ротация в составе. Ну, я бы, если честно, все равно бы приехал с того же 50 на 50 до матча, до начала двух матчей. Потому что Еврокубки в матче это совсем другая стихия. Это другая мотивация, другой настрой у футболистов. Другая атмосфера. И опять же в Турции, да, там великолепные болельщики. Интересно будет играть футболистам Батте. Плохо, конечно, второй матч или первый, не помню. Ну, как бы там ни было, оба матча не проходят в Турции. Да, будет без матчей, без зрителей, извиняюсь. И я бы еще, знаете, что сказал. Мне кажется, сейчас Батте в таком статусе, вот если так вспомнить, да, на скидку наше прошлое. Это когда вот мы участвовали, тот как бы заход в нашу Лигу Чемпионов, когда мы вышли в группу, когда мы прошли Андерлех, потом Левский. И вот перед матчем с Андерлехтом тоже никто не верил в Батте. Все, естественно, говорили, что фаворит это там бельгийцы. Ну, мы прошли их, мы не были фаворитами, да. Ну, нас это сплотило, мы хотели доказать себе в первую очередь. Хотели пройти и прошли. А уже в третьем раунде, когда мы играли с Левским, то вообще, если вспомнить, там, президент команды болгарской, как он там в прессе писал про нас, что мы там тракторная команда, что мы там профессионалы. Да, тогда инфо, скажем так, информационное поле было очень накаленное в Болгарии. Да, да, да. Поэтому нас это мотивировало, очень сильно разозлило. И видите, как все сложилось удачно, что мы вышли в Лигу Чемпионов. Поэтому я уверен, что футболисты Батэ будут тоже мотивированы больше, чем 100%. А футболисты Каня Спор, наоборот, возможно, будет какая-то недооценка. Наверное, они уверены в себе, самые уверены, что они легко продают эту команду. И я так не уверен. Я уверен, что Батэ даст бой в двух матчах и шансы на данный момент, я считаю, 50 на 50. Спасибо. Давайте вернемся в события в нашем чемпионате. На сегодняшний день отставание от первого клуба у Торпедо, по-моему, 9 очков после 14 туров. Много это или мало? Успеет ли команда нагнать? Есть ли еще такая возможность? Если честно, я турнир таблицы вообще не смотрю в последнее время. Знаете, не то, что неинтересно, а не хотелось смотреть, потому что мы так выступали, мягко сказать, плохо. Поэтому не хотелось в нее заглядывать. Хотелось просто идти от матча к матчу и каждый матч следующий выигрывать. И поэтому сейчас вот вы сказали 9 очков. На самом деле, я считаю, в этом сезоне чемпионат ровный. Посмотрите, все друг отнимают очки. И мне кажется, все будет решаться до последней тура. Вплоть и до выяснения, кто будет чемпионом, кто будет в призах, кто будет вылетать. Тут нельзя тогда однозначно говорить, что 9 очков это много или это мало. Три тура назад мы были в зоне вылета. А сейчас мы уже, видите, где-то подпираем первую пятерку. Поэтому все меняется. И все будет зависеть от каждой команды. Друзья, это был старший теннир Тропеды Белас Виталий Казанцев. Ровно через неделю мы снова в этой студии. Приготовим для вас еще одного интересного гостя. Смотрите нашу передачу через 7 дней. Всем пока! Словенский Марибор и Черногорский Детич. Волею жеребьевки именно эти клубы противостоят нашим Шахтеру и Минскому Динамо. После первых матчей этих команд шансы на проход в следующий раунд хороши. Две ничьи и условно-домашние матчи впереди. Пусть ответные игры пройдут не в Беларуси, но, по крайней мере, гости будут лишены поддержки своих фанатов. Впрочем, подробнее об этом расскажет наш сюжет. Доминируешь, да? Ну, конечно. Солигорский Шахтер открыл Еврокубковую компанию белорусских клубов. Чтобы улучшить атмосферу в команде и приехать в Марибор в меру заряженными на победу, солигорцы начали издалека. С тимбилдинга в загородной усадьбе. Тир, пейнтбол, стрельба из лука и обед на свежем воздухе. Все это в дружеском коннекте перед матчем со славянским Марибором. Настроение в последние дни, скажем так, оно было не очень хорошее. Чуть-чуть поднять, ну, естественно, и сплочение такое. Ну, идея не моя, она уже много лет. И в советские времена в Канадах массировала, да, была шашлыки. Обычно это шашлыки всегда. Стадион в Мариборе находится на берегу местной реки Драва и вмещает почти 13 тысяч зрителей. Если бы на матче с «Шахтером» трибуны были забиты до отказа, такой 12-й игрок действительно бы улучшил шансы славянцев в этом противостоянии. Впрочем, и без солдаута народу на стадионе хватало. Сразу семь легионеров начали сражаться с Марибором после первого свистка рефери. Помогло ли это? По крайней мере, солигорцы первыми пошли в атаку. Диванович обозначил настрой всей команды уже на первых минутах. Мяч прошел мимо. Впрочем, в атаке добиться успеха не удавалось никому, особенно в первом тайме. Вторая половина игры прошла веселее и, главное, под диктовку «Шахтера». Один из самых опасных моментов был у защитника солигорцев Николы Антича. Доволен, да. За нас хорошая игра, но все равно ответная игра покажет, кто лучше. У нас были шансы и моментов достаточно. Первые 15-20 минут, да, у них больше, скажется, игра получилась и наладилась. Но второй тайм мы уже показали, как надо играть и продолжать. И надо только забить гол. Я думаю, что будем выигрывать и пройти дальше в следующий раунд. Нули на табло остались неизменными до финального свистка. Теперь в руках и ногах футболистов «Шахтера» чуть больше шансов пройти в следующий раунд. Ответный матч 13 июля пройдет без зрителей, а значит и без поддержки славянцев. Бронзовый призер прошлого чемпионата «Минская Динамо» волей жребия уехала в Черногорию, где им предстояло встретиться с местным Дечичем. Несмотря на то, что это клуб из города Тузи, принимать белосиних черногорцам пришлось в Подгорице. Команда Артема Челединского не блещет стабильными результатами в чемпионате, но Еврокубки – совсем другая история. Ну, в любом случае, Дечич – это хорошая команда, в том плане, что она уже участвует в Лиге Конференции. Это показатель к тому, что единственный вопрос, что мы играем две игры у соперника дома. Поэтому хотелось бы сыграть, конечно, на своем поле, но, к сожалению, мы не можем. Недооценки соперника быть не могло. В Еврокубках просто-напросто не бывает проходных матчей, что и подтвердил главный тренер «Минчан». Интересный факт – за Дечич играет один из самых любимых болельщиками «Минчан» – форвард Фатас Бичерай. Именно с его помощью в 2015 году «Динамо» пробилась в Лигу Европы. Такое не забывается, как и, собственно, игра Бичерая. Он хороший парень, хороший футболист. От него остались только хорошие впечатления от игры с ним, от жизни в команде. От уважения к борьбе на поле. Вот там-то выдалась жаришка. При этом у белорусской команды получалось далеко не все и не всегда. Хотя именно «Динамо» старалась играть первым номером. Но остро-контратакующий Дечич добился своего на 26-й минуте. Марушич словил отскок мяча в штрафной, пробил в Хаткевича и Денкович в падении все-таки открыл счет в матче. Спасать команду пришлось капитану. Уже через 7 минут Кисляк дождался паса Бакича и шедеврально пробил в девятку ворот Марковича. 1-1. Китат мог быть и лучше, как говорится, если бы мы какие-то моменты реализовали. Но в то же время могли еще и пропустить. Опять же, со стандартов опасные моменты в концовке получили. Плюс момент был, когда Бичарай под корпус убрал. Ну и мы создали были моменты, могли. Так что, как получилось, наверное, такая равная игра, можно сказать. Ничья в первой встрече и «Динамо», как и «Шахтер», сохраняют неплохие шансы на проход в следующий раунд. Уже в ближайший четверг в Подгорице парни Челединского попробуют еще раз найти оружие против черногорской атаки. Нам все еще есть, куда расти в плане футбольной инфраструктуры. Новые поля растут в городах Белоруссии, как на дрожжах. Одна из лучших площадок в стране открылась в Молодечно. Смотрите наш репортаж с торжественной церемонией. Вот так вот ярко и красочно с высоты птичьего полета выглядит новое поле в Молодечно. Газон FIFA Quality Pro, небольшие трибуны рядом, раздевалки и административное здание с фотографиями тех, кем гордится город и район. Все это позже будут использовать воспитанники местной школы и стараться достичь их высот на этом поле. Им же и предстояло торжественно перерезать ленточку, а затем получить подарки от Федерации футбола. Должны в этом году завершить программу «Банфеста детям». В каждом районном центре республики будет построена мини-площадка. АБФФ в рамках программы «Вторые 11» продолжает работу над футбольной инфраструктурой Белоруссии. Новые покрытия на этот раз получили Зельва и Молодечно. Такие условия созданы для детей, раздевалки, душевые, то есть по сравнению с тем, что здесь было до реконструкции, это я вам скажу, что шаг вперед такой, что я думаю, все это даст свой результат. Решение о реконструкции футбольного поля и административно-бытового здания ДЮС США были приняты в 2020 году, хотя мысли о ней возникли годом ранее. Где-то с июля 2019 года, и мы, значит, конкретно я прибыл сюда, посмотрел в каком состоянии, у нас была встреча с мэром, я убедил, была встреча с полкомом Минским областным. И естественно, что это нужно было делать проект, нужно было провести кропотливую работу, плюс найти средства для того, чтобы это все осуществить. Благодаря совместным усилиям АБФФ и местных властей, теперь в Молодечно есть качественное искусственное поле. Для наших людей, для детей, здесь не только будут играть и наши дети, да, Дюшор 4. Возможно, будет и Молодечно команда играть, где-то тренироваться, и многие другие. У местных детишек появилось еще больше возможностей заниматься футболом буквально круглый год. Но на этом работа только начинается. Сейчас после того, как вот здесь сделали, и 20 на 40, там вот поле идет в углу, мы сейчас на стадионе, я им обещал, и в этом году мы еще 20 на 40 откроем на самом стадионе. И будем двигаться дальше. Совсем скоро мы продолжим рассказывать об успехах белорусов в Еврокубках. Не забудем и о родном чемпионате, где тоже хватает своих героев. Встретимся в следующий понедельник. Это ясно о футболе. Любите белорусский футбол вместе с нами.